всем привет меня зовут ромеля и вы на моем канале сегодня я решила снять влог просто так для того чтобы вы прижили еще один день со мной уже в моменте потому что скорее всего я этот влог смонтирую вечером и он будет возможно и завтра вечером чтобы не перезагружать вас ночью вот и поэтому я смонтирую и выложу прям практически в самом моменте грубо говоря вот сегодня у меня чудесное настроение я чувствую что мне везет я прям это ощущаю всеми своими фибрами вот на улице вообще прекрасная погода наконец-то наступила зима уже снег лежит я пойду в университет и вам покажу потому что это потрясающе правда он еще не такой стоявшийся и в любой момент может расставить но я думаю что именно этот снег останется с нами до конца весны приятного всем просмотра и всем прекрасного и хорошего настроения вот так я выгляжу сегодня решила надеять эту розовую жилеточку решила с утра погладить рубашечку и вот так я выгляжу давно не носила ее и решила что самое время вот такая нежнятина а вообще сейчас я уже поеду в университет потому что через час у меня пары и за час я буду ехать так что до новых встреч в университете здесь одногруппница проводит опыт на английском языке с помощью игры кто я где мы должны были угадать что написано у нас на карточке все закончились пара сейчас поеду домой было всего лишь одна вообще кайф буду учить стихотворение завтра будет великий день в общем я уже иду почти что все дохожу до дома взяла себе шаурму буду есть вкусно сейчас приду домой вот а потом у меня будет будет разговор с медной группы мы обсуждать будем проект а потом дальше я буду повторять стихотворение потому что завтра будет сдача стихов на русскую литературу вот которая была обычная по средам такой непереносимый день был вот здесь как раз таки состояться последний рывок с этими стихотворениями дальше мы будем уже знать будет ли у нас автомат или нет но вполне вероятно что все таки будет очень у меня экзамен у него, то будет просто автоматики. Вот, в улице очень-очень холодно. Я вот сейчас иду, у меня рука уже замерзла, и мне кажется, через пару секунд у меня артикуляция просто перестанет работать, потому что я чувствую, как у меня вмораживает рот. Вот, ой. Жангистическая, погоди, языковая, лингвокультурологическая, наверное, будет научная и что-то еще. Вот, я и говорю, я не помню, какой-то культурологический. Так, ну тут условная база, а в школе я поняла, говорим, что я. Нет, я не буду говорить, что типа мы там изучаем бодольный картонет, нет, просто скажу, что есть научный текст. В общем, мы с девочками обсудили наш проект, там заключается в том, чтобы проанализировать учебник один по русскому языку, и мы будем завтра это демонстрировать, вот. Надеюсь, что завтра все пройдет успешно, потому что планы там великолепные. Сдать этот проект, создать стихи, как я уже миллионный раз произнесу в этом влоге, вот. Но я надеюсь, что этот день пройдет, и дальше уже будет немножечко расслаблено, и остается только курсовая работа. Ой, конечно, мне кажется, я встряла с этим. Ну ладно, не буду отчаиваться, потому что я сама виновата, сама оттягивала этот момент для того, чтобы сдать это все научному руководителю, и когда у нас осталось полторы недели до практики, мне это нужно будет как-то закрыть. Но, ладно. Кстати, надела кофту, потому что думала, что это очень-очень прохладно. Я вчера пока засыпала, я прямо озябла, мне было холодно, вот. И сейчас решила, что похожу в кофте. В общем, как-то так. Я люблю вас, пароходные улыбки. К утрам ранен вы свободны и литки. Вы очень темно вырыдаете, вы беретесь это стихи. Я люблю тебя, пароходные улыбки. В общем, мы сегодня сдавали стихи, и по итогу кто-то сдал, кто-то нет, потому что кто-то выучил много стихов. Она сдала. И я не так много стихов выучила, для нее это было мало, 13-12. Я решила, что не буду так много сил тратить, и в итоге она сказала, чтобы я пришла презадавать ей. Обидно? Не это слово. Лара, интервью с вами. Как вы себя чувствуете? Очень был подходящий момент для интервью. Я чувствую злость и обиду, но больше всего я чувствую разочарование в одном человеке, не в себе. В себе я не сомневаюсь, я супер, я молодец, я выучила много стихов. За это отвечаю. За справедливость. Хороший тост. А вы, Анна? Ну, я сдала, все. Молодец. Красиво, потому что она фильм не снимала. «Прицелом, какие-то ситуации действительно можно так выйти?» «Тут, конечно, чисто биографический гейм, но я вот не знаю, что это не все. У нас идет снежок, я чуть позже расскажу, как у меня сегодня прошло день, потому что у меня есть чем поделиться, но это будет тогда, когда будет тесна, а не движение на дороге. Так что я сейчас поеду домой, наконец-то. Есть хочу нереально. В общем, помимо того, что сегодня мы сдавались в Хим, я, как уже говорила, мы защищали проект, вот, и мы прям так замечательно защищались с девочками, мы так основательно подготовились к этому заданию, что у нас преподавательница просто поплыла, в прямом смысле этого слова. Сказала, что наше выступление было как праздник для нее, и что мы так прекрасно подготовились, нашли материал, все наглядно, все показано, доказано, мы все ответили на вопросы. Я считаю, что мы вообще на славу постарались, вот, сейчас я приду домой, примерно лягу спать, потому что всю ночь я плохо спала, к утру я хотела ужасно спать. После того, как проснулась через минут 20, я поняла, что сейчас меня будет вырубать, вот, и самое время исполнить мечту, которая зародилась еще утром. И с вечера, наверное, как раз-таки я смонтирую влог, чтобы он вышел на канале скорее, не буду с этим затягивать, но как пойдет. Еще, кстати, я же говорила, что будет только один день влога, но получилось логичнее связать это в два, и поэтому будет два дня в одном влоге. Логично, как продолжение того, как я сдала стихотворение, как защитила проект. Боже, я не знаю, на чем я остановилась в предыдущем кадре, но, по-моему, я рассказывала про свою учебу, и у меня вырубился телефон. Ну, а потом я пришла домой, поставила телефон на зарядочку, и благополучно пошла спать. В общем, у меня полтора часа пролетели просто незаметно, и я проснулась с ощущением того, что настал уже следующий день, потому что в квартире было темно, и судорожно смотрю на телефон, а там написано среда, 17.30, я такая классно. Классно. В общем, я, кстати, в телеграме написала более обширный пост насчет того, что произошло сегодня у меня при издаче стихотворения. Если вам будет интересно, не надеюсь, а вам будет интересно, вы можете посмотреть полный текст, потому что я рассказала не только про издачу стихотворения, но и про положительные моменты сегодняшнего дня. Вот. А сейчас я буду наносить масочку, сушиться, и уже скоро ложиться спать. Я не знаю теперь, когда... Что с голосом? Я не знаю, когда выйдет влог. Возможно, завтра, потому что, в принципе, завтра я буду свободна, и поеду завтра домой. Вот. И там уже дома смонтирую блог, выложу, потому что сейчас у меня нет сил абсолютно, потому что я сделала две полноценные работы по анализу эпизодов. Один фрагмент был из писем Лихачева, письма о добром и прекрасном, я там проанализировала фрагмент. Вот. Мне прям очень понравилось, я прям очень хочу прочитать его, эти рассказики маленькие, очерки, и цель направленно буду искать книжку для того, чтобы купить и уже держать этот сборник у себя. Да. Вот. Ну и плюс, я сделала по фрагменту кино, также анализ. Если вам будет интересно, я могу все это прикрепить его в Телеграме, там сможете прочитать спокойно. Вот. В общем, все, что я хотела сказать, я сегодня сказала, и сейчас я буду с вами прощаться, потому что день закончился. Я сегодня продуктивно поработала, да, были плохие моменты и хорошие. Вот. Но, как говорится, это все жизнь, и не буду так сильно расстраиваться сейчас, просто отдохну полноценно, нанесу ухаживающее средство на лицо и буду отдыхать. Так что спасибо всем за просмотр, я очень рада, что вы все еще со мной, у нас уже 57, я об этом только могла мечтать, вот. И всем пока-пока.